У нас министр выступил сегодня как крупный благодетель. Всем дадим, но понемножку. Что касается Кудрина, он вежливо критиковал своего лучшего ученика. Голиков была гораздо принципиальнее. Адвокат Макаров блестяще выступает. Я почувствовал на себя, когда меня 7 месяцев судили в Конституционном суде, якобы я состоял в преступной организации. Я буду выступать от имени нашей партии и требований граждан нашей страны избирателей, исходя из послания президента к ключевым позициям, которая является войти в обязательную пятерку ведущих стран, требованиями Шустина переключиться на высокие технологии и поддержать реальное производство. Оценки Шойгу и Нарышкина, которые побывал в Белоруссии, почувствовали, что нас поджигают и поджигают русский мир. Скажу о том, чего не дали, что украли и что спрятали. Считаю, что мы обязаны все знать. Правда, сегодня дороже хлеба. Правде и советской России. Опубликована наша оценка. Называется бюджет либеральной эпидемии. Вам перерислены материалы. Считаю, будет полезно знакомиться. Антон Германович, откройте доклад вчерашней МВФ. По их лекалам страна развивается почти 25 лет. И внимательно посмотрите их прогнозы. Их прогнозы часто совпадают. По уровню жизни мы отстаем от ведущих стран 4-5 раз. И по этому бюджету только и дальше будем отказываться. По душуховому доходу на 68-м месте и при такой политике окажемся на 70-м. Мы производим на душу ВВП меньше 10 тысяч долларов. За прошедший год снизились эти показатели на 14%. Это ключевой показатель благосостояния граждан. Идет массовое обнищание, оно продолжится. Мировые темпы, предсказывают они, будут более 5%. В Китае более 8%. В Франции 6%. У нас, они говорят, будет 2,8%. По вашему бюджету 3 с копейкой. В этой связи исключительно важно определиться, что мы будем делать. Для нас главный показатель – это права трудящихся. У них есть сейчас одно право на бедность. И этот бюджет ничего никому не добавляет. Давайте пройдемся по главным показателям. Для человека работа превыше всего безработицы. За последнее время официальная статистика увеличилась в 5 раз. В 8-часовой рабочий день 200 лет сражались за него. Сегодня посадили под домашний арест. Можно эксплуатировать 20 часов в сутки. Что касается зарплаты на 7 долларов – это оценка мировая. Живет полстраны – это африканский нищий уровень. Пенсия – дети войны, как получали в деревне 7-9, в городе 12-14, так и ничего им не светит. Обещают, прибавят там 200-300 рублей на два пирожка, но без мяса. ЖКХ – мы предлагали 10% не больше семейного дохода. Продолжают урезать эти статьи. Впереди у нас вымерло уже с 1991 года только русских 20 миллионов. В этом году 30 тысяч. И еще на ближайшие три года планируют вымереть 1 миллион 200 тысяч. Что касается лечения, учебы и науки, даже Кудрин вынужден был сказать, это тенденция сокращения главных статей. Это означает одичание страны. И выгоняемых страны, талантливых людей уже полтора миллиона сбежали. И остальные побегут с такой оценкой. Что касается главных статей. Вчера 6 человек – Кашин, Харитонов, Коломейцев, Шурчанов, Ганзя убеждали целый час, что есть единый вопрос, по которому мы все договорились – продовольственная безопасность. Володин блестяще провел слушание. Гордеев даже вам публично сказал, что если так останется, голосовать не будет. Мы упрашивали, говорили, предрешение президента есть, деньги есть, прибавка – это единственная отрасль, которая дает плюс 4%. Чего не вложить, мы же завтра получим дополнительно, будем кормить хорошими продуктами 500 миллионов человек. Это нам даст колоссальную прибавку. Сейчас дают 25, 28, наверное, в этом году будет миллиардов долларов. Мы 45 через 2-3 года получим. Мы организовали народные предприятия коллективные. Вас просил 10 раз. По-прежнему ходят в судебных мантиях, в покурорских мундирах, в административных галстуках, душат лучшие хозяйства. Я последний раз послал лично президенту результаты работы предприятий, которые судят с утра до вечера. 700 судов по совхозу Ленина прошло. Лучшие показатели в этом году ни копейки у них не брали. Лучшие хозяйства Звениговской будут судить лучшего директора, который получил все золотые призы на выставке во Франции. За что будут судить? За то, что раскопал карьер и улучшил плодородие Польши. Не можем отбиться от всей этой своры. Я таких мерзавцев в жизни не видел. У Ельцина были бандиты, но без погод, без мундиров, без судебных мантий. Поэтому мы к вам обращаемся официально. Рассмотрите наши предложения. Не зря вас сегодня воспитывает, Володя. А вы вышли на трибуну и за 20 минут даже не выговорили. У вас целая часть, я рад, убеждали лучшие специалисты в этой области. Я извиняюсь за жесткий тон, но вы должны понимать, что здесь собрались депутаты, и теперь по обновленной конституции они имеют право вам хоть сегодня выискать недоверие. Поэтому давайте принимать решение. Что касается конкретных некоторых пожеланий на будущее. Мы программу свою отработали. У нас есть бюджет развития 33 триллиона. 10 шагов достойной жизни. 12 реальных законов. Мы предложили вам непосредственно, как можно распорядиться доходами от недр нефти, газа. Вы не хотите. Мы 12-15 по праву конституции. Ничего не хотите конструктивно рассматривать. Я считаю, это самая большая беда сегодня партии власти. Вы обязаны это рассматривать. Вы не хотите. А нам предлагают тот бюджет, от которого будет только хуже стране. Лучше никому не будет, включая президента. Какие приоритеты? Сбережение народа номер один. Сейчас болезнь идет, лекарства. Смотрите, что в стране творится. Их гонят по всем информационным каналам панику. Кто ж так с эпидемией борется? В Москву завезли черную оспу в декабре 1959 года. Умер художник, который, врач первый, санитар, который всех остальных профилактировали. Никто не орал, не шумел. Шесть миллионов прививок одной в Москве сделали. Потом всю страну и полпланеты спасли от этого. Если решили бороться, давайте бороться с болезнью. Они сеют панику при первом насморке, бежать всем в больницу. Никакая больница и скорая помощь этого не выполнить. Давайте посмотрим статью фармацевтика. Посмотрите у них фармацевтика. У нас 70% лекарств чужих, и в остальных на 80% чужие субстанции. У нас эта статья почти выразена в бюджете. Вы гляньте, вы обязаны ее пять раз увеличить, собираетесь народ лечить. Мы предлагали, предлагали, даже не слышат. Маски, сидят, торгуют маски. Ужас полный. Высокие технологии. Меня убедил Мишустин день назад, что они якобы вынесли. Но я в бюджете не нашел. Я, правда, нашел в бюджете. Знаете, сколько денег попрятали, Вячеслав Викторович? 3 триллиона 600 миллиардов не расписаны. Я вам найду сколько угодно оттуда. Они не расписаны. То есть сядем, двоем, троем определимся, пальцем ткнем, и ты получишь. Остальные пошли подальше. 3 триллиона 600 миллиардов в заначке лежит. О, заначку нашли. Что касается малый и средний бизнес. Недавно собрали женщин. Вначале они плакали, потом ругались, а сейчас смеются. У них же отбирать нечего. Даже в Ленинграде из 10 объектов 5 разорились. Если сейчас не поможем, не поддержим, то они разорят все остальные. Их надо сейчас поддерживать. Говорят, денег нет. Как нет? У нас столько денег давно не было. 13 триллионов фонд. 600 миллиардов долларов, это 50 триллионов рублей еще. Три бюджета лежит в кармане у правительства. И они не могут найти, как поддержать простого человека и труженика. Своё производство. Сколько немцев, добавьте немножко. Сколько немцев кладывают? Знаете или нет? Добавьте одну минуту. Знаете, сколько кладывают? На наши деньги в 10 раз больше. Это в их экономике, с их инфраструктурой. Они понимают, что надо производство спасать сегодня. Завтра там некому будет работать. Но мы обязаны эти деньги направить. Я посмотрел, что главное статья. Долги. Долги. Всех засовывают в долгую яму. При таком фонде и запасах. Ну, я извиняюсь. Дадут страну иностранным. Я посмотрел в 2023 году только проценты. Если принять это, будете платить по долгам 1 триллион 600 миллиардов. Все ваши национальные проекты, которые какой-то идиот или хочет программы отменить. Ведь нет другого способа развития производства, кроме целевого программирования и нормального планирования. Я был удивлен. Банки нахапали уже 482 миллиарда долларов. Кто им разрешал? А теперь разрешают на местах. Берите сколько угодно. А потом неясно, чем будет рассчитываться. Я считаю, что мы в состоянии поправить. Но, откровенно говоря, я не вижу прежде всего политической воли. Я бы на месте президента заставил выполнять свое послание. А послание предусматривает побороть бедность. Все сделать для того, чтобы страна не вымирала и войти в пятерку. Это принципиальная задача. Мы будем за это бороться. Мы будем за это бороться.